В июле 96-го под Казани открывается автодром Высокая гора. В то время главой Высокогорского района был Рустам Миниханов, заядлый спортсмен и автогонщик. К стройке века подходят ответственно. Строить не только трассу, но и помещение для судей и гонщиков. Кроме того, на нашем автодроме особое покрытие. Выгодно отличающее его от аналогов, по консистенции оно напоминает бетон. Все это позволяет уже после первых автогонок на Кубок Президента Татарстана сделать вывод. Автодром на Высокой горе – один из лучших в СНГ. На автодроме Высокая гора проводят не только соревнования российского уровня, но и престижные международные гонки. Например, чемпионат Европы по автокроссу. Гонять на треке в Татарстане становится не менее престижно, чем посещать конные бега на ипподроме. Среди самых именитых гонщиков республики имена представители политической, деловой и культурной элиты Татарстана. Рустам Миниханов, Айрат Ирадик Шаймиевы, Салават Фадхудинов, Джаудат Минахметов. Не забыты и люди с ограниченными возможностями. Специально для них автоклуб «Пилигрим» проводит автогонки для инвалидов за рулем. Вы люди, которые по судьбе оказались в таком положении, что не все возможно, не все вам удается. Тем не менее, ваше стремление, ваш характер, он показывает, что даже вы можете соревноваться, я думаю, и нас еще можете обогнать. Болельщики автоспорта помнят, как тогда еще премьер-министр Татарстана на легендарной белой восьмерке с номером 99 на борту и ярко-салатовыми дисками стал составлять конкуренцию российским асам. А потом и ВОСИ стал их обыгрывать. Со временем и машины президента стали мощнее, вплоть до гоночного КамАЗа, и опыта стало больше. Подиумы чемпионатов Европы тому подтверждение. Словом, теперь на автодромах не только России, но и всей Европы машина с надписью «Миниханов Р» вызывает заслуженное уважение. Субтитры создавал DimaTorzok